Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить вновь о страйкбольных минах, страйкбольных гранатах, растяжках, ловушках и прочее, 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 что вы можете наблюдать у меня на канале. Сегодня мы не будем ничего взрывать. Сегодня хотелось бы поговорить о том минимуме снаряжения, который нам необходим для установки тех самых мин, растяжек, ловушек и прочее. Но перед тем, как мы обсудим тот минимальный, ну или может быть расширенный, максимальный комплект необходимого оборудования, я предлагаю вам поговорить о том, где же это оборудование переносить. Это тоже не менее важно, как и тот самый минимальный комплект. Поехали! Как вы можете догадаться, подсумок для переноски минимально необходимого снаряжения будет зависеть от количества этого снаряжения. Например, для того, чтобы мы установили ручную гранату в качестве растяжки, вот возьмем гранату F1, да, например, чтобы ее установить, нам необходим стяжки, обычные строительные стяжки или изолента, да. Если мы говорим о стяжках, стяжку берем подлиннее, чтобы длины стяжки хватило обернуть гранату, а также у нас осталась еще какая-то длина для того, чтобы мы могли закрепить к какому-то объекту. Поэтому стяжки берите подлиннее. Можно использовать две стяжки, да, более короткие, но эта конструкция будет менее крепкой. Поэтому я бы рекомендовал брать, ну, именно стяжку подлиннее. Ну и самые дорогие, длинные там не берите, нафиг они не нужны тратить деньги. Второй элемент, который нам необходим, это датчик цели, ну, грубо говоря, леска, проволока, нитка и так далее. То, что мы будем привязывать к щеке, к булавке на гранате и растягивать в противоположную сторону. Для того, чтобы мы могли обрезать датчик цели, нам необходим какой-то нож, ну, либо мультитул. Я бы вот очень рекомендовал приобрести мультитулы. В моем случае мультитул Диакемпинг. Есть они на Озоне. Они достаточно недорогие. Там, ну, 3000 рублей. Это копия Лезермана Вейв. Был у меня Вейв, я его благополучно потерял. Ну и, короче, чтобы не терять дорогие вещи, я вот просто купил себе такой мультитул. И хожу уже с ним, там, года три, наверное. И он не теряется. Не знаю, закон подлости. Ну, ладно. Грубо говоря, для того, чтобы нам установить одну гранату на растяжку, нам с вами необходим необходимость стяжка и датчик цели и мультитул. Вот он, тот самый минимальный комплект для установки одной гранаты. Теперь давайте ответим на вопрос вместе со мной. Какой же для этого всего нужен подсумок? Ну, какой-то небольшой. Да, если мы с вами собрались устанавливать одну гранату, то подойдет абсолютно любой подсумок. Вот, допустим, подсумок под дым. Все. Вот он, тот самый подсумок. К чему я это? За все время съемок, за все время игр я установил очень много там, да, страйкбольных растяжек, ловушек, перепробовал огромную кучу разных подсумков и пришел к выводу о том, что универсального подсумка или какого-то вот прям предназначенного подсумка под инженерку я назвать не могу. Этот подсумок может быть любым, лишь бы он вам нравился и он был для вас удобным. И в него вмещался тот необходимый минимальный комплект, который необходим для установки мин, ловушек, растяжек и прочего. Как вы уже поняли, минимальный комплект реально небольшой. Это упаковка пластиковых стяжек и датчик цели, да, моток датчика цели. Понятное дело, что данный комплект может быть шире. Мы можем положить несколько мотков датчика цели разных цветов, чтобы у нас был выбор. И мы могли подобрать датчик цели под местность, ну, в зависимости от времени года. Не всегда удобно устанавливать гранату на пластиковую стяжку. Есть такие места, где это сделать невозможно. И тут нам на помощь приходит изолента или широкий армированный скотч. Также добавляем сюда комплект булавок, ну и мультитул, о котором я уже сказал. Так вот, о подсумках, в которых это все дело можно или нужно переносить. Сейчас я остановился на нескольких подсумках. Первый из них, это вот такая напашная сумка. Ну, она может быть любой. В моем случае это бомбас от компании Форслайн. В сумке достаточно много карманов, где можно разместить то оборудование, то снаряжение, о котором я сказал. Сумка поясная носится на поясе. Ее очень большой плюс в том, что мы можем с пояса ее отстегнуть, отложить в сторонку и, ну, соответственно, работать с пиротехникой. Вторая сумка, о которой хотелось бы сказать, это вот такая сумка, которая крепится на велкро под передний плейтбэк. Ну, это реплика какого-то спиритуса. Внутри в сумке есть велкро, за счет которых мы можем внутри разместить органайзеры. То есть, несмотря на то, что отделение большое, а дно, внутри есть место под органайзеры, где мы можем распихать те или иные вещи. Следующая сумка, о которой хотелось бы сказать, тоже такая же сумка на велкро под передний плейтбэк, но она вот такая вот большая. В нее влезает гораздо-гораздо больше всякой всячины. Вот эта сумка мне нравится даже больше. Сразу отвечу на вопрос, почему. Потому что вместе со всем необходимым минимальным снаряжением я могу в эту сумку укладывать еще и гранаты до кучи. Гранаты и мины, так как объем сумки позволяет переносить и гранаты в том числе. Следующий подсумок, о котором я хотел бы сказать, это подсумок вот такой вот, если мне не изменяет память. Называется он 935-й. В моем случае это реплика от компании R5. Располагается вот здесь на пузе. И у меня всегда есть доступ, быстрый доступ, так скажем, к содержимому подсумка. Но надо учитывать момент такой. Какие задачи мы с вами выполняем на игре. Если мы исключительно занимаемся минированием, то вот это удобно. Да, вот он у нас вот здесь. Мы ходим что-то минируем, 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 минируем. Ну где-то там вступили в контакт, пострелялись. Но в общем и целом, да, мы не занимаемся там какой-то, ну давайте назовем так, разведывательной, диверсионной деятельностью. Мы там не педулимся где-то, да, на каждом углу. Мы вот конкретно выполняем задачи по минированию. Допустим, по обороне базы. Ходим, минируем, минируем, минируем. Вот, или по обороне там какого-то объекта. Когда нам с вами нужен доступ к содержимому сумки, ну так скажем, быстро и постоянно. Вот этот вариант удобный. В остальных других случаях он неудобен, потому что если мы где-то ползем, если мы где-то лежим, наблюдаем, там, воюем, вот эта сумка на пузе, она будет нам мешать. Она менее удобна, чем даже вот эта сумка, да, которая у нас находится под передним плейтбэком. Последний вариант, о котором можно сказать, это какая-то вот такая сумка размера аптечного подсумка американского. В моем случае это подсумок от компании Форслайн. Но в целом, в целом, да, за счет органайзеров, опять же, внутренних, мы можем в него что-то, ну, убрать все, что нам необходимо. И достаточно удобно это все дело доставать. Так как мы это постоянно достаем, убираем, достаем, убираем, достаем, убираем, достаем, убираем, это снаряжение не должно находиться в каких-то подсумках, не знаю, в каких-то вот крепят где-нибудь здесь, вот далеко подсумок. Неудобно в него залезать, доставать, залезать, доставать. То есть подсумок должен быть где-то в, ну, в легкой доступности. Но не стоит забывать следующее. Помимо обычных растяжек из ручных гранат, очень много приходится минировать при помощи мин на электроспичках. Например, МЭС от Страйкарта. Для того, чтобы подорвать данную мину, нам с вами необходимы провода. И проводов нам с вами необходимо реально много. В какой же подсумок влезут провода? Не знаю. Кроме рюкзака ничего интересного в голову мне не приходит. Провода достаточно громоздкая такая штука. Постоянно они запутываются и так далее, и тому подобное. Хочу, чтобы вы поняли, чтобы держали в голове, что, ну, давайте назовем, страйкбольные саперы. Бывают разные, да? Кто-то ставит просто растяжки, а кто-то управляемые минные поля, да, при помощи МЭС. Ну, и потом сидит за пультом, нажимает кнопочки и подрывает мины в нужное время. Это очень большая трудоемкая работа, протянуть там целую кучу проводов, заминировать какой-то сектор. Дабы облегчить себе работу и не таскать провода, некоторые ребята используют вот такие беспроводные... Ой, беспроводные, да, беспроводные реле на дистанционном управлении. То есть есть тот или иной источник питания в виде батарейки, есть реле, есть пульт дистанционного управления, за счет которого вот этими реле они управляют и подрывают то самое минное поле, подрывают тот самый сектор, ну, или какое-то там определенное направление в секторе, используя пульт, используя кнопочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это значительно упрощает задачу с переноской проводов, точнее, с их отсутствием. Придется переносить вот такие вот реле, да. Как вы поняли, кнопочек 8, ну, у кого-то больше, там 16. Это значит, надо 16 вот таких реле, это значит, надо подсумок. Куда эти реле? Уместятся. Уместятся ли эти реле в какой-то маленький подсумок, типа такого? Да. Уместятся ли они вместе с минами? Нет. Уместятся ли они вот в такой подсумок вместе с минами? Да. В такой? Нет. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что подсумок под инженерку, под саперку может быть любой. Универсального подсумка, наверное, нет. Универсальный подсумок – это рюкзак. Подбирайте подсумок под ваши цели и задачи. Кто-то установит за игру одну растяжку, а кто-то поставит целую кучу вот таких мессов, изаминируя там целый сектор, сделает управляемое минное поле. Поэтому озвучу тот тезис, который я сказал в самом начале. Подсумок может быть любой, лишь бы он вам был удобен и он вам нравился. Был он с мультиками, был он зеленый, располагался он там под передний плейкбэк или вы его носили на ремне. На этом, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok